Москва – центр и сердце России. Сюда стекаются умы, таланты. И что скрывать? Деньги всей страны. Коренные москвичи и понаехавшие, которым удается здесь закрепиться, нередко становятся звездами и стремятся жить в соответствующих условиях. Сегодня мы расскажем о пяти самых элитных, дорогих районах Москвы, в которых встретить медийное лицо проще простого. И для чистоты эксперимента не будем брать пригороды Подмосковья. Только столица. Только хардкор. Хамовники. Первое место среди самых дорогих районов столицы по статистике за 2020-2021 год. Средняя стоимость квадратного метра – 740 тысяч рублей. Около 30% столичной премиальной недвижимости продается именно здесь. Для сравнения, стандартная квартира на Остоженке будет стоить даже чуть дороже, чем аналогичный по площади вариант в Нью-Йорке, недалеко от 5-й авеню. Во многом статус таков благодаря золотым улицам. Остоженке и Причистенке – своеобразным золотым милям столицы, самым дорогим улицам города и России. Да и достопримечательностей в округе хватает. Спорт-комплекс «Лужники», «Новодевичий монастырь» и «Кладбище», «Храм Христа Спасителя», «Музей имени Пушкина». Кого сегодня можно встретить в Хамовниках? Пожалуй, ближе всех к Кремлю живет Андрей Малахов. У него квартира на Остоженке с видом на легендарные краснокирпичные стены. В клубном доме на Смоленском бульваре можно столкнуться в лифте с Иваном Ургантом, Ксенией Собчак и Никитой Михалковым. На чистом переулке обосновался Владимир Познер. Удобно ходить в гости к Урганту, с которым они давние приятели. На проспекте Вернадского свила семейное гнездышко Наташа Королева. У метро «Университет» в престижном ЖК «Золотые ключи» выбрали себе квартиры Гарик Мартиросян, Тимати, Владимир Пресняков, Елена Воробей и Дана Борисова. А чуть подальше, на границе Хамовников и Раменок, пролегает уютная улица Мосфильмовская, которая приютила Ксению Бородину, Сати Казанову, Анастасию Заворотнюк и Александра Градского. На Хамовническом валу живет Зимфира. Паре минут ходьбы от нее живет Павел Буре, когда в России на Фрунзенской набережной поселился Слава Манучаров, а на Комсомольском проспекте критик всея музыки Юрий Лоза. Несвижский переулок, любят политики. Здесь соседствуют Валентина Матвиенко, Сергей Степашин, Сергей Кириенко. Тверской район. Самая модная и богатая улица Москвы, где дорогущее шампанское льется рекой еще с 18 века. Это район для поклонников тусовок и шумного отдыха. Для золотой молодежи нет в Москве лучше места, если они готовы потратить примерно от полумиллиона рублей за квадрат. Ну и классических достопримечательностей хватает. 19 театров, в том числе Лингом и Театр Сатиры, Большой, 10 музеев, Сат Эрмитаж, собственно, Кремль и Красная площадь с неизменным мавзолеем, Храм Василия Блаженного, Парк Заряде, множество церквей и храмов. Кстати, по данным статистики, жители Тверского района самые большие транжиры. В среднем они тратят 110 тысяч рублей в месяц на человека. Соответственно, и по заработку они однозначно в лидерах. Из числа знаменитых обитателей Тверского района отметим Кристину Арбакайте. Недалеко от нее, на Колокольниковом переулке, живет коллега ее мамы, Валерий Леонтьев. Ринату Литвинову. Она выбрала уютный и тихий трехпрудный переулок. Петровский переулок, недалеко от Страстного бульвара, предпочла Ирина Хакамаде. В центре, недалеко от Тверской улицы, расположились квартиры Михаила Ефремова, Александра Подкратова-Черного, Алены Апиной и Елены Ханги. На Садово-Каретной улице живет Леонид Якубович. А что не на автомобильно-барабанной? Недалеко от Садового кольца поселился Константин Хабенский. Правда, предпочтя современный ЖК-новострой. Арбат. Средняя стоимость квадратного метра 645 тысяч рублей. Туристическое сердце столицы. Архитектурный памятник. Великолепная для Центра инфраструктура. Неплохая безопасность. И слава Центра интеллектуальной элиты. Здесь когда-то жил солнышко наш Александр Сергеевич Пушкин, Владимир Геллеровский и Михаил Булгаков, Булата Куджава и Георгий Витцин. Еще недавно по бульварам прогуливались Армен Джагарханян, Владимир Этуш и Василий Лановой. Сегодня живости и шума Арбата не боится Алсу. А пройдя от нее буквально пару переулков, можно зайти на Беляшик Баре Алибасову. Говорят, он их очень любит. Недалеко от Нового Арбата живет Павел Артемьев, Кудрявый и Томный. И компания у него знатная – Михаил Фридман. Буквально через пяток домов. Недалеко от Поварской улицы – резиденция Александра Малинина. А на Мерзляковском переулке – Владимира Потанина. Якиманка. Почетное место в рейтинге. И средняя цена за метр – 609 тысяч рублей. Для сравнения, можете взять квартиры в Нью-Йоркском Бруклине. Порядок будет примерно тем же. Считается самым зеленым районом ЦАО. Полный достопримечательностей. Тут тебе и парк Горького, столь удачно обновившийся, и нескучный сад, и Третьяковская галерея. Прямо на улице Большая Якиманка есть квартира у Григория Лепса. Правда, большую часть времени с семьей они проводят в особняке в Новой Риге. А буквально через дорогу от него живет Татьяна Навка. На границе с Данским и Даниловским районами, прогуливаясь по Ленинскому проспекту, можно встретить Татьяну Овсиенко и Андрея Макаревича. Неподалеку от метро Шаболовская купила квартиру Тутта Ларсон. А ближе к метро Октябрьская – Лариса Долина. За Москворечье и Пресненский. Разместим их на пятом месте нашего рейтинга. За Москворечье – 352 тысячи за квадрат. Давно признанный элитный центр. А Пресненский – от 393 тысяч за квадрат. Начал набирать популярность только в последние годы. Зато поднимается в привлекательности и цене. Семимильными шагами. Кстати, вы знаете, сколько стоит самая дорогая квартира в Москве? А мы знаем. 2 миллиарда 690 миллионов рублей. Она расположена как раз в Пресненском районе и занимает больше 900 квадратных метров. Количество комнат и роскошь убранство почему-то держат в секрете. Видимо, сообщат только потенциальному покупателю. Квартира находится, как говорится, в активном поиске. В Малом Казихинском переулке находится вторая резиденция Никиты Сергеевича Михалкова. Забавно, что именно этот элитнейший дом до революции был домом дамского попечительства бедных. Споткнулся в Продуктовом на улице Родждельска и могут Сергей Собянин и Михаил Фридман. С ними за печенью трески могут отправиться Юрий Чайка, Георгий Полтавченко, Андрей Фурсенко и Михаил Касьянов. На Большой Грузинской улице поселился Александр Домогаров, а на улице Правды – Анна Семенович. Но, говорят, только снимает. Ну и на границе за Москворечьей и Таганского района расположена легендарная высотка на Котельнической набережной, о которой просто невозможно не рассказать в нашем рейтинге. Еще с советских времен она была домом для элиты. Галина Уланова, кстати, ей здесь даже посвящен музей. Александр Твардовский, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Андрей Миронов, Нонна Мордюкова, Людмила Зыкина, Фаина Раневская. Дом появился в куче отечественных фильмах «От бригады» и «Брата 2», «Дом осквы слезам не верит» и «Стеляк». Сегодня на подходах к высотке можно встретить Дмитрия Нагиева, Александра Ширвинта, Ефима Шифрина. Жили здесь и Юрий Петрович Любимов и Вилли Токарев.